Здравствуйте, зрители! Всем привет! У нас сегодня пятница. Мы с Вужем выехали. Очень красивое место. Это белые скалы. Видите? Называется у нас на Иврите Тароша Некра. С этим местом связано вообще много разных легенд, много всего. Я вам немножко об этом месте расскажу, но не сейчас. Я почему решила сделать это видео и хочу вам передать Израиля теплый привет. Мы сейчас на море. Это запчасть, вот эта вся часть. Я сниму очень красивое место. Это заповедник, риф и все остальное. Есть несколько интересных моментов в этом месте. Помимо того, что это там скалы, там есть гробты, там есть подъемник, это целая экскурсионная программа. Там есть еще в этом месте очень интересный момент. Там туннель. Вот эта дорога. Вы думаете, это поезд с асфальтированной дорогой? Здесь раньше ходил поезд. И его взорвали, вот этот туннель в 1948 году. Там остались части рельсов, можно его видеть. И ходил поезд на Дамаск. И также смотрите. Видите вышки? Вот там по верху. Это Ливан. Это ливанская граница. И также есть граница Моеву. Вон буи. Я вам тоже их там сниму. Не знаю, будет ли хорошо видно эти буи. Но это граница. Граница с Ливаном. Мы находимся под самой границей. Можно познакомиться с ливанцами. Но в связи с короной только, наверное, вот так вот. Так что передаем вам теплый привет из Израиля. У нас в воскресенье будет локдаун. У нас снова все закрывают. Минимум на две. Это минимум на две. Скорее всего на месяц. Поэтому вот наша такая последняя поездка на море. С большим теплым приветом от нас. Смотрите, какая красота за моей спиной. Вы знаете, я не буду рассказывать вообще историю этого места, вам в подробностях. Но есть древняя арабская элемента, которая говорит, что красавицу везли, отдавали замуж против ее воли. Ее сердце было отдано другому за старого, какого-то некрасивого совершенно мужчину. И она не хотела. И вот в этом месте она бросилась в море. И вот образовались вот такие вот скалы. Посмотрите, как красиво. И видите, вон туннель. Вот туда ходил поезд. В 1948 году с Ливана приходили диверсанты и он был взорван. Сейчас до сих пор там есть рельсы внутри, их сохранили, туннель этот весь. И в конце туннеля, там дальше ничего нет, и можно зайти посмотреть все. Но это уже внутри, вот туда вот дальше. И вот, смотрите, как близко. Это у нас граница с Ливаном. Так все просто, близко, рядышком у нас в Израиле. Вот такое вот красивое место. Солнце отсвечивает в эти красивые белые скалы. Действительно белого-белого цвета. Внутри гроты. Мои дорогие, снимут карантин наш очередной. Мы надеемся, откроют. Съезжу вам внутри, сниму. И вот сверху есть площадка смотровая. А так, смотрите, видите, здесь такие вот лагуны небольшие. И вы знаете, летом одно сплошное удовольствие поплескаться. Видите, как? Ну, люди сейчас не купаются. Правда, в плавках, вы видите, в шортах очень много людей, потому что тепло. Это мы от ветра спрятались с супругом. И вот летом мы когда приезжали сюда, вот так в такую вот лагуну я ныряла. Ну, не в такую, конечно. В такую нырнешь, там еще не выплавишь из нее. А в такое вот небольшое озерцо. И там вот сидишь в нем. Очень классно. Обожаю вообще это место. Вон стоит у нас, если вы видите корабль, это пограничный корабль. Обычно он немножко ближе к Роши Некра. Сейчас вам покажу. Вот туда вот, ближе. К самому мысику Роши Некра. Вот отсюда не видно, там в воде есть буйки. Это граница. Морская граница. Вот так вот, по легенде, это место образовалось. Красавица не смирилась со своей участью. И прыгнула тут в воду. Вот такая красотень у нас теперь есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, относительно здорово. Смотрите, такие маленькие аквариумы. Тут выбито все природой, вымыто вернее. Видите? И там можно наблюдать. И рыбки есть, и креветки есть. Смотрите, какая прелесть. Вот такие маленькие лагунчики. Они наполняются водой во время прилива. Потом вода уходит. И образуют такие маленькие природные аквариумы. И вот там можно понаблюдать. Вот, по меньшей мере, мы креветок нашли. Тут вряд ли... Ну, вот она. Вот. Вот я показываю, где пальцем. Четко эта креветка сидит. И роскошная-роскошная Роша Некра. И сейчас солнышко в полном разгаре. Правда, немножко движется дело к закату. Видите, какой цвет. Очень красивое место. Вообще, для меня, как в моем рейтинге, в Израиле это одно из самых красивых мест. В Израиле вообще сложно сказать, какое самое красивое. У нас есть любимчики с мужем, но это одно из самых красивых. Смотрите. А это креветки, видите, тянет. Это маленький малек. Ну, мертвый уже. Смотрите, вот они ее... Дерутся. Дерутся за нее, трепет. За этого малька. Это креветки. Вот такой вот маленьком озерце. Такой, ну, такой, как аквариум. Сюда даже волны не доходят. Вот такое наблюдение тут интересное мы ведем. А вот только что я видела даже рыбу. А вон она. Вон ее видно. Но не прячется. То есть здесь живут мелочи разные. То, что остается, может, и живут. А вот они. Вот они тут есть. Вон плавает. Вот, 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 вот. В общем, аквариум. Почти домашний. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы уже сегодня оторвемся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сверху тропинку подходит, очень красиво, проход, дальше море. Смотрите, как сюда в угол водоросли нагнало, просто шевелится, как биомасса такая на камнях. Вот такой вот заливчик перед рожьей Некра. Мы сюда забрались, так, наверное, Хатору саму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok